Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хотел поговорить про наркоманов в большей степени, людей зависимых. Тяжелые наркотики, легкие наркотики, алкоголь, сигареты, питание, всеедение, блюдомания – это все наркотики. Самое сложное – это, конечно же, тяжелые наркотики и от питания отвыкнуть. Вот, когда люди переходят на растительное питание, им очень тяжело бывает. Поэтому люди и жор наступает при переходе, и психологический статус нестабилен, люди ругаются с родственниками, с друзьями, непонимание происходит. Если же вы начинаете развиваться, или растете, или не понимаете, лучше никогда не принимайте ни кофе в больших количествах, ни сигареты, ни алкоголь, ни вино – это не надо человеку, это огромное заблуждение всего человечества и обман темных сил. Человеку не нужны никакие наркотики, стимуляторы, человек сам справляется. Когда человек начинает правильно питаться, нормализуется сон, человек начинает сам духовно развиваться, медитировать больше, йогой заниматься. Поверьте мне, организм сам стабилизируется, у него вырабатываются гормоны счастья, радости внутри организма, нужные гормоны в кровь поступают. Человеку не надо искать кофе какой-то, чтобы проснуться, если он нормально живет, и сон у него нормально, стабильный, и он понимает, для чего это. А когда человек сам создал искусственную себе жизнь, человек пытается с помощью стимуляторов водки, например, уйти от реальности какой-то. Но опять же, оговорюсь, что есть темные силы, которые на нас влияют, естественно, человек не по своей воле начинает злоупотреблять и наркотиками, и пить. Это другое дело. Это мы снимаем, можно обращаться, в девяносто восьми случаях процентов это можно помочь, просто за длительный срок. Конечно же, когда шанс этот упускается, когда люди начинают постоянно злоупотреблять, им тяжело восстановиться. Если человек питается, на все едини находится обычное питание, рваный образ жизни… Кстати, спорт очень дисциплинирует. вот люди, которые занимаются спортом постоянно это дисциплинирует, и таких людей сложнее зацепить на наркотический крючок. Если вы поговорите со спортсменами, послушайте их интервью, они очень-очень сильно дисциплинируют себя, и у них вся жизнь превращается в решение всех проблем, потому что они умеют овладеть своим телом. Потом это выходит в работоспособность, ведение бизнеса, понимание, головной мозг лучше работает. Многие люди достойные, которые с помощью спорта добились всего. Их очень много. Можете посмотреть в интернете, как спорт изменил их жизнь. Помимо того, что надо тело тренировать, конечно, надо и духовно развиваться, и мозг развивать, и что-то читать, и что-то новое всегда узнавать. Многим людям это не интересно. Многие люди уходят в сторону наркотиков, кайфа какого-то, смены половых партнеров постоянные, один кайф, вино – другой кайф, еда – третий кайф, какие-то там стимуляторы типа кофе – четвертый кайф, сигареты – пятый кайф и так далее. То есть, когда человек подвержен вот этим всем наркотикам, человеку очень тяжело выйти из этого состояния, он не понимает, куда он движется. Все вот эти наркотики – легкие, средние, тяжелые – они руководят человеком. И человек не может понять, что с ним происходит. И такому человеку что-то объяснить очень сложно. Естественно, каждый человек хвалит свой болот. Ну, вы знаете, вот я не смог там, или там еще что-то там, вот у меня проблемы со здоровьем, или у меня тяжелый сейчас период, я там это не могу, я то не могу, все не могу. Конечно, бывают у людей в жизни тяжелые периоды, я сам такие периоды проходил и прекрасно понимаю, но если человек уже сделал ошибку один раз, потом очень тяжело из этого вырваться. Естественно, нужно таким людям помогать максимально, насколько мы можем, и понимать причины этого, почему человек загнал себя в тупик. А если, допустим, целая семья этим занимается, это вообще сложнейшее. Или там друзей очень много, или человек подбирает неправильные себе компании. И вот это все вводит человека в тупик. Самое интересное и смешное, когда многие люди говорят, что исконно русская традиция – выпивать. это все полная ерунда, придуманная паразитами темными, которые пытаются навязать нам, что мы должны вот это пить, вот это есть обязательно. Во многих южных странах, когда люди приезжают, интересно и непонятно. То есть два сезона урожая в год – фруктов, овощей, растительниц, все растет, все вкусно, все настоящее, пахнет, когда в руку берешь. Все в магазинах продается, более-менее нормальные цены. Они там все мясоеды, то есть едят мясо там, макароны там, охотники все. А в северных странах многие хотят быть вегетарианцами, но там ничего не растет. Это очень дорого, очень сложно. Плюс, когда минус там 30, минус 40 зимой там, очень сложно где-то что-то найти. На многих городах и рынков даже таких нету, где есть фрукты, овощи. И как раз такие условия вот эти спартанские, они заставляют людей духовно развиваться. Когда люди сидят в таких условиях, скажем так, искусственных, тепличных, им ничего вроде бы не надо. Италия, Испания, Португалия, Кипр, Греция. У людей вечное сиеста, люди отдыхают, людям сложно что-то донести. И они расслабляются очень сильно. А люди, которые на севере живут, в таких странах, как России, например. Казахстан, Украина, очень много людей. Я вижу, из этих стран развивается прям большое количество. В последнее время тянутся, развиваются. Несмотря ни на что, что происходит в мире. И это очень важно. В таких экстремальных ситуациях люди просыпаются, начинают искать, а что не так? А что со мной не так? Почему у них в жизни эти проблемы? Давайте мы их будем решать. Куда двигаться? Люди вылезают совершенно из разных ситуаций. Уберут себя в руки. Но нужно время. Нужно время, чтобы все это случилось. Мы переосмыслили. Не нужно, конечно, бежать впереди паровозы. Но я рекомендую тем людям, которые пытаются своих детей перевести на какой-то тип питания. Еще что, своим примером показывать. Чтобы людям было легче. Когда всей семьей поддерживаете друг друга. Гораздо легче. И я прекрасно понимаю тех людей, которые перепробовали практически все. Разных экстрасенсов. Правильно вы пишете, я согласен с вами. Не хочется довериться первому встречному, поперечному, который обещает горы золотые. Что именно это работает. У тебя именно это работает. А вот мы перепробовали этого экстрасенса, этого и этого. Вы поймите меня. Есть, да, шарлатаны люди. Есть экстрасенсы, которые только начинают. Им кажется, что вот так надо лечить. Но есть болезни кармические. Чтобы он там руками не водил. А это ничего не поможет. Да, чуть больше энергии будет. Может, полегчает на какое-то время. А потом еще сильнее будет. Еще сильнее будет. И кармой будете меняться. И человек ничего не понимает, естественно, об этом. С кем он общается. С какими сущностями. Откуда он информацию берет. Что там в этих картах второе у него выскакивает. Есть люди, которые могут этим заниматься. Есть люди, которые не могут этим заниматься. Те же напитки всякие. Типа травяные. Которые стимулируют выход в астрал. В измененное состояние сознания. Это все в большей степени не нужно. Это просто ерундистика полная. Просто в нашем обществе сложились определенные ситуации. То есть люди, да, просто грубо галлюцинации ловят. И они все равно не выходят ни в какое пространство. Просто у них галлюцинация определенная происходит. Очень редко, когда такие травы что-то вообще могут сделать. То есть это большое заблуждение. И не надо искать каких-то адреналиновых состояний непонятно. Самое лучшее состояние это наоборот не адреналиновое, а состояние в полном равновесии, гармонии с собой. Достигается с помощью различных видов йога, медитаций. Через какое-то время вы в жизни находитесь в таком состоянии, как будто в состоянии медитации. Но, естественно, не все люди могут сразу до этого дойти, развиться и понять. Поэтому избавляемся в начальных периодах от наркотиков. А тех, о которых я перечислил, они мешают человеку жить, развиваться. Мозг работает неправильно, организм работает неправильно. Вами легче управлять будет. Пища, которая содержит куча фтора различного. Типа зубные пасты, даже не пища, а вот средства гигиены фтора содержит. Пища различные содержит. Тоже компоненты, стабилизатор, подсластитель, загуститель, который тоже влияет на нас. И мозг, он как бы в тумане постоянно находится. То есть, как будто, знаете, некоторых колпаком накрыли. Многие, наверное, ощущали, когда человек поест много животной пищи. Потом, бам, сядет, так, ааа, накрыло. Человеку очень сложно в таких условиях дальше функционировать. И спать хочется постоянно, энергии не хватает. Депрессия. То есть, мы сами себя вгоняем в такой круг постоянный. То есть, депрессии, проблем, стимулируем себя наркотиками, редбулами различными, кофе, какой-то крепкий чай, чефир, шоколад хочется поесть, чтобы гормоны, какие-то счастья появились. Чтобы не быть зависимым от этого всего, нужно найти исток. Что вам даст физиологическое счастье, понимание и куда надо двигаться. И как раз таки, о чем я постоянно говорю на канале у себя, и другие люди говорят на других каналах. Познай себя, познай истину, развивайся духовно. И все это будет не нужно человеку. То есть, человек постепенно будет понимать, зачем он здесь, что с ним происходит, куда двигаться надо. Даже если ваши близкие какие-то друзья не будут понимать, ничего страшного, появятся другие друзья постепенно. Да, близкие, конечно, не понимаешь, но со временем они тоже могут это понять. Чем больше таких людей, как мы об этом говорим, и это на своем примере показано, тем быстрее мы поменяем наш мир, тем быстрее он будет чист, не будет войн, никаких финансовых систем не будет, тем быстрее мы будем понимать, что вот мы своими силами это сделали. А это и будет скоро. Поэтому мы все туда стремимся, движемся и создаем тот мир, в котором мы хотели бы функционировать и жить. И всем было бы от этого только счастье и удовольствие, получение той внутренней любови, о которой я говорил в предыдущих лекциях. Всего вам самого доброго. До свидания. Увидимся в новых выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...